Количество погибших в результате стрельбы в Крокус-Сити-Холл увеличилось до 82 человек. Из них трое дети, сообщает российский телеграм-канал 112. Власти Москвы сообщили, что в больницах находятся 115 человек, в том числе 5 детей. Разбор зрительного зала, в котором частично обрушились перекрытия, будет идти весь день. Напомню, накануне вечером в Крокус-Сити-Холл в подмосковном Красногорске произошел теракт. В популярном концертном зале собрались тысячи людей. Перед началом концерта в него ворвалась группа вооруженных автоматами и открыла стрельбу по всем, кого встречали на своем пути. В здании возникла паника, посетители пытались спастись бегством. По словам очевидцев, которые опубликуют российские телеграм-каналы, к их удивлению, на входе и возле металлоискателей не было никакой охраны. Вскоре после стрельбы в торговом центре начался сильный пожар с эпицентром в зрительном зале. Крыша над ним в конечном итоге рухнула. В зал ворвались, я не знаю, кто это, террористы, военные, кто это в коричневой одежде и начали из автоматов стрелять по людям. Все начали бежать, давка жуткая, просто паника у всех людей, все ложатся на землю, все давят друг друга. И нету некому, просто некому помочь людям, все спасались как могли. Я упала на пол, сделала я что-то, а девушку, если бы со мной были, я не могла остановиться. Потом пламя разгорелся, не закрыли дверь, но, наверное, замок не смогли закрыть. Через какое-то время выколзла, три, наверное, прошло четыре. И ползла, смотрелось, идти полтырь, поползла к выходу. Прибывшие на место правоохранители обцепили здание, выводили людей и искали нападавших. Кто стоит за терактом на данный момент неизвестно. В российских СМИ и соцсетях постоянно появляются все новые версии. А заместитель главы СовБЕЗа Российской Федерации Дмитрий Медведев уже поспешил заявить, что к этому может быть причастна Украина. В украинской разведке, в свою очередь, назвали теракт сознательной провокацией спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Сам глава Кремля до сих пор никак не отреагировал на это массовое убийство. Ночью прокремлевское агентство Реановости анонсировало обращение Путина, но позже назвало сообщение технической ошибкой. Отмечу, во многих городах России отменяют массовые мероприятия и переводят учебные заведения на дистанционное обучение. В аэропортах и на железной дороге усилили меры безопасности. К слову, этот теракт стал крупнейшим в России со времен нападения на школу в Беслане в 2004 году, когда погибли более 300 человек.